Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Это значит, что 88% с этой задачей не справляется. Что касается самих журналистов, пишущих эти статьи или, допустим, делающих некие телепередачи, то их квалификация такова, к сожалению, как правило, что даже желая сеять доброе, разумное, вечное, они это делают, мягко говоря, не лучшим образом. Недавно на одном из московских телеканалов вышел фильм, посвященный теме эволюции человека. Его создатели, молодые энтузиасты, я бы сказал, которые искренне хотели снять настоящий научный фильм. С этой целью пригласили массу действительно экспертов, антропологов, генетиков. В паре эпизодов там появляется ваш покойный слуга. И эксперты, естественно, говорят все как надо. Но есть же еще закадровый голос, который наверстывает, так сказать, упущенное. Есть видеоряд, специально подобранный к сюжету. И понятно, что для редактора, который собирал этот видеоряд, «Неандерталец», «Австралопитек», они же все на одно лицо. Какая разница, кого мы покажем. В результате, что интересно, Александр Марков пишет в своем блоге, что неплохой же фильм получился, в принципе. В принципе-то он неплохой. То есть действительно на фоне того, что обычно снимают на эту тему, он действительно неплох. Возникает вопрос. Вот при такой аудитории и при таких телевизионщиках можем ли мы действительно заниматься нормальной популяризацией науки? Да, действительно, мы можем это делать, мы должны это делать. Но, естественно, нужно учитывать ряд моментов. Почему же телевизионщики редко приглашают ученых в свои передачи? Почему, если они это делают, они потом могут жалеть об этом? Рискну предположить, что во многом в этом виноваты и сами ученые. Тут возникает несколько моментов. Почему фрики выигрывают у ученых на телеэкране? Ну, такой банальный тезис. Наука сложна. Но надо понимать, насколько она сложна. Это значит, что даже ученый, если он смотрит статью по теме, не являющейся его, темой его квалификации, он так понимает, только при этом в этом тексте. Соответственно, чтобы разобраться, нужно идти учиться в специализированное учебное заведение. То есть для этого существуют институты, для этого существует специальная литература, которую надо изучать годами, учиться, повышать свою квалификацию. Если же мы не хотим этого делать, то для прочих существует популяризация науки, существует научная пропаганда, которая является неизбежным упрощением. То есть либо мы поднимаемся до уровня науки, либо наука делает несколько шагов к нам, по лесенке спускается к нам. То есть неизбежное упрощение, допустим, все вы в школе проходили, что земля круглая, на самом деле она не совсем круглая, но этого достаточно школьнику. А если популяризацией науки не заниматься, то наука становится действительно совершенно непонятной для обывателя. Между обывателем и наукой вырастает стена. Человек устроен так, что если он чего-то не понимает, это для него угроза. Это угроза его безопасности. И, соответственно, возникает недоверие к науке, враждебность к науке. И это та среда, где прекрасно себя чувствуют всевозможные лженаучные деятели. Потому что у них с простыми моделями все в порядке. У них часто, кроме простых моделей, вообще ничего нет. И замечательное высказывание, которое приписывает Роберту Шекли, я, правда, не уверен, что он это сказал. В информационной войне выигрывает тот, кто лжет. Потому что тот, кто говорит правду, ограничен фактами, а лжец может говорить что угодно. И вот здесь это совершенно тот случай. Потому что лжеученые, играя на стереотипах, на заблуждениях, на предрассудках, на страхах, они находят легко ключик к сердцу массовой публики. Я нарисую такую картину. Когда некий ученый приходит в детский садик на утренник к своей доченьке или к сыночку, ему там говорят, значит, ты, Мишка, теперь одел масочку, как ходят Мишки, покажи. Он показывает. Он тут же послушно принимает те правила, которые в детском саду, потому что он понимает, что он не на родной кафедре, не в родной лаборатории. Но почему-то этот ученый, придя на телепередачу, не понимает, что там тоже свои правила, что он не у себя на работе, не выступает перед студентами, и нужно работать, нужно действовать по-другому. Эти правила надо знать, они не хорошие и не плохие, они просто другие. Шоумен работает на публику. Он этим живет. Очаровывать, производить впечатление, убеждать, это его работа. Ученый, по идее, занимается другими вещами. Уметь он это как бы и не должен. В хорошей телепередаче ему должен помогать ведущий. На практике ведущий не помогает, а мешает. Соответственно, что такое хорошее выступление? Хорошее выступление, оно повышает известность данного ученого, то есть фактически у него есть возможность обратиться к миллионам зрителей, способствовать просвещению, в идеале, и, как ни странно, развивает и самого ученого. Известная такая байка, когда преподаватель в ВУЗе говорит, я пока студенту объяснял, сам понял. На самом деле это во многом дисциплинирует и развивает. Но еще раз подчеркиваю, хорошее выступление. А почему получаются плохие выступления? Какие ошибки совершают ученые, приходя на телепередачу? Несколько я перечислил. Ну, как я уже сказал, надо готовиться. Не готовиться, в частности, даже не выясняют, а куда я иду. Что там будет, что там меня ждет. Говорят, сложно. Но это значит, в частности, что речь изобилует некими спецтерминами, за которыми нужно лезть в словарь, естественно, в телепередаче. Зритель этого делать не будет. Особенно тяжело, когда несколько таких терминов встречаются в одном предложении. Например, доминирующая положительная анаболия приводит к девиации. Да? А джоученый говорит, Ра – это славянский бог солнца. Вот смотрите. Ра – но. Но – ра. Россия и наше славянское ура. Ну, сравните первое высказание и второе. Кому потянется зритель? А надо? Меня слышно? А? Наверное, я пойдусь тогда. Существует ряд характерных ораторских ошибок. Вот некоторые из них я перечислю. В частности, например, классическая вещь – очень быстрый темп речи. На самом деле, эта проблема давно решена в других областях, где требуются публичные выступления. Например, когда готовят политиков. Там точно такая же ситуация. Потому что, когда некий директор завода впервые выходит выступить перед аудиторией, он тоже чувствует себя скверно. Известный пиарщик Игорь Викентьев предлагает различные упражнения по решению этой проблемы. В частности, он рассказывает следующее. Вот вышел этот самый директор завода, ему нужно сказать перед телекамерой. И он, значит, говорит, дорогие избиратели, сегодня глядя вам в глаза, в этот важный для страны момент. Значит, дальше предлагается следующее. Ему нужен некий искусственный замедлитель. Значит, один из вариантов. А теперь, ну, естественно, эта камера выключена, если съемка идет, камера выключена. А теперь, после каждой фразы, добавляйте, пожалуйста, нахрен. И он говорит, дорогие избиратели, нахрен. Сегодня, нахрен. В этот важный для страны нахрен момент. Нахрен. И так далее. А теперь, пожалуйста, вот это нахрен мы говорим про себя. Засложно. Стараться. Потренироваться. И он говорит, дорогие избиратели, сегодня, в этот важный для страны момент. И здесь возникает еще сверхэффект. Он начинает улыбаться. У него появляется некая интонация. Соответственно, существуют некие упражнения. Понятно, что это смешно. Я не... Кстати, это не шутка. Это не шутка. И так тренировали даже одного ректора вуза. Вот, и существуют и другие упражнения, которые позволяют некие ораторские проблемы решать. Это безобразие. Отсутствие образов. Отсутствие визуального ряда. То есть, каких-то примеров, которые помогали бы понять и запомнить то, что хочет донести до нас оратор. Чего? Да. Ну, например, классическая иллюстрация. Известная многим из вас. Это известная речевка для запоминания последовательности геологических периодов. Каждый отдельный студент должен купить пол-литра. Ты, Юрик, мал. Подожди немного. А то. Кембри, Ордовик, Силур, Дивон и так далее. Прекрасный пример. Запоминается навсегда. Вот хорошо бы вот такие вот вещи какие-то использовать при нанесении до аудитории неких научных фактов. Нет диалогичности. То есть, нет риторических вопросов. Это монолог. Опыт показывает, что аудитория минут 15, это мотивированная аудитория минут через 15-20 засыпает. Если нет вопросов к залу, если нет диалога. И еще одна характерная ошибка интеллигентного человека – попытаться побеседовать с любым собеседником, поговорить с ним. Он же нормальный человек, он меня поймет. Знаменитое такое телешоу, если помните, когда впервые встретились ученые с креационистами, телепередача называлась «Ничего личного», по-моему. И там вот этот такой орангоидный журналист Максимов, он постоянно задавал один и тот же вопрос. Звучал он примерно так. Ну вот Дарвин же писал, что у хабилисов родился эректус, но они же должны были его убить, потому что он урод. Вот вы мне объясните, а? Не можете? А дальше, значит, Марков, Яськов и Мамонтов минут 10 пытались ему ответить. Но, естественно, они этого не смогли сделать, потому что ему, собственно, ответ-то и не нужен. А вот другой пример, где... Так сказать, оппонент ведет себя гораздо более грамотно. К сожалению, это пример не про ученого. Значит, Александра Невзорова пригласили... Если помните, была тоже такая передача, Дардона, кажется, где демонстрировался фильм Невзорова про говорящих лошадей и прочее. Дардон Кихот. Ну да, да. И вот выходит Вяземский, значит, там сидит Невзоров, там у него куча оппонентов, они, естественно, там все в пене. Значит, выходит Вяземский и начинает. У этрусков была лошадиная богиня Слопа. В Испании была Эпона. У Эносигея, которого потом знали как Посейдон, тоже был культ коня. Значит, Невзоров изображает при этом, что он заснул, то есть он как бы дремлет. Когда, значит, этот монолог заканчивается, Невзоров просыпается и говорит, то, что вы сейчас сказали, нужно было сопровождать танцем. Вот это, наверное, более грамотная реакция с точки зрения эффекта. Да, пытается отвечать на любой вопрос. Соответственно, на самом деле, главных ошибок три. Не готовится, не знает, а зачем мы вообще туда идем. Просто поболтать с журналистом, потратить свое время, получить стресс. И, соответственно, как следствие, а с кем мы вообще разговариваем? С ведущим, со своими друзьями, с родственниками, или все-таки с тысячами зрителей, которые на нас смотрят. То есть, общий вывод, что когда мы не поставили четко задачи, которые мы хотим решить, смысла идти вообще нет. Ничего, кроме стресса, мы не получим. Какие задачи можно решать с помощью телепередачи, с помощью участия в каком-то таком шоу, это отдельный разговор. Но важно, важно, что для того, чтобы задача была решена, нужно, чтобы зрители что-то запомнили из нашего выступления. Причем запомнили то, что нужно нам. Это давно упомянутый мной Викентьевым сформулированный такой критерий для проверки любого публичного выступления. Но в свое время подобные вещи использовал Чарли Чаплин. Если вы помните, когда он выпускал новый фильм какой-то, он сначала собирал подростков, сажал их в зале, и им демонстрировался фильм, а он следил за реакцией. Смеются ли они, в каких местах смеются. И точно так же, тест на подростках позволяет проверить некий научно-популярный текст. Это не значит, что они должны смеяться, но они должны запомнить и быть в состоянии это пересказать. И еще, чтобы им хотелось это пересказать, что тоже очень важно. Если не получается, значит текст, вероятно, плохой. Но как это решить, эту проблему? Значит, вот некоторые рекомендации. Тут, естественно, совсем не полный список. Какие действия стоит совершить до телеэфира, до съемки, если нас пригласили на какую-то телепередачу. Ну да, ну понятно, что, во-первых, нужно вообще принять решение, стоит ли нам туда идти. Для этого нужно изучить с помощью Гугла и других доступных нам средств информацию об этой передаче, о ее ведущем и о том, какие были у них уже фильмы, передачи, что они вообще из себя представляют. И если мы видим, что они вменяемы, то вы должны сначала сформулировать несколько главных мыслей, которые мы вообще хотим донести до зрителей. Ну, хотя бы одну. То есть, например, причем она должна быть сформулирована понятным для зрителей языком. Например, мы в Москве открыли в биологическом музее выставку, где впервые в России наконец-то представлено переходное звено между обезьяной и человеком. Вот это одна из таких мыслей, которую, например, я бы хотел донести до аудитории. Изгоняем специальные словечки из нашего текста. То есть, стараемся заменить их более общеупотребимыми. Например, можно сказать, плейстоценовая мегафауна, а можно сказать, мамонты и шерстистые носороги. Вот понятно, что минус в том, что плейстоценовая мегафауна это не только мамонты и носороги, плюс в том, что нас хотя бы поймут. Потому что словосочетание плейстоценовая мегафауна не поймет никто, ну, кроме узкой кучки специалистов. Мы избавляемся от спецтерминов. Ищем яркие образы, ищем примеры для иллюстрации. Их должно быть много, чтобы можно было выбрать лучшее. То есть, опять же, классическая фраза, которая известна, по идее, любому школьнику. Рецессивная аллель влияет на фенотип, если генотип гомозиготик. А у школьников это вообще пример абракадабры, хотя это же элементарно, друзья. А можно сказать, что котеночек бывает кудрявеньким, только если у него и мама, и папа кудрявенькие. То есть, кудрявость – это рецессивный признак. Вот с примером это становится понятно. Я сказал как бы то же самое. Использовать юмор. Но что важно, юмор не просто, чтобы повеселить. А для иллюстрации, для усиления эффекта, который производит наше выступление. И наш этот самый текст, нашу речь, репетируем перед зеркалом, с диктофоном, потом прослушиваем. Перед родственниками, если есть возможность. И если будет эфир, и мы хотим, чтобы нас увидели, сейчас есть возможность оповестить друзей, что я буду такого-то, такого-то выступать там-то, там-то, чтобы нас вообще увидели. Отдельно хочу остановиться на теме примера. Сколько у меня еще? Еще 4 минуты. Прекрасно. Пример. Наш великий популяризатор науки Яков Перельман предлагал несколько направлений для иллюстрации неких научных тезисов. Значит, во-первых, фантастические примеры. То есть, допустим, а что будет, если Земля вдруг перестанет вращаться? Что произойдет со всеми, кто на нашей планете находится? Парадоксы. То есть, разрезая червя лопатой, мы его делим на два и умножаем на два. А дальше можно сказать, на самом деле это миф, заблуждение. Хвостик умрет. А вот если мы режем планарию, то ее можно разрезать на 200 частей, и с каждой восстановится полноценный организм. То есть, в данном случае это и парадокс, и еще это называется опровержение мифа. То есть, вот заблуждение, а вот как на самом деле. Детские вопросы. То есть, нелепые вопросы, смешные, но которые возникают в головах у детей, понимая, что зрители это как дети. Вот у нас на выставке мы повесили такую доску, на которую любой посетитель может приколоть бумажку с вопросом. И там замечательно, например, рядом висит два вопроса. На одном написано, почему человек так похож на обезьяну? Там, Даша, 8 лет. А на другом написано, почему человек так не похож на обезьяну? Там, Петя. И мы терпеливо на эти вопросы отвечаем и публикуем ответы у нас на сайте. Примеры из быта. То есть, чтобы это было близко нашему зрителю. Ну, допустим, что такое самоорганизующаяся система? Берете кастрюльку, наливаете воду, ставите на плиту, на газ, и у вас из броуновского движения возникает направленное движение воды. Вот самоорганизация у вас на кухне. И я просто хочу привести пример. Несколько месяцев назад я выступал на детском таком фестивале науки, и передо мной выступала дама-биолог. И она сказала, вот голые землекопы, это такие классные зверушки. Представьте себе, грызун живет 30 лет. Это все равно, что человек бы жил 800 лет. А в него можно тушить окурки, поливать его кислотой. Ему по барабану. И в зале сидят ленивые московские школьники и внимательно слушают. И вот если потом один из них скажет другому, что вот тетенька прикольно рассказывала про вот этих самых голеньких мышей, то это значит, это вот этот вот высший пилотаж для популяризатора науки. Наверное, поскольку у меня времени одна минута, я ее на вопросы. У нас есть 10 минут для вопросов. А, прекрасно. Тогда я продолжу. Значит, про визуальный ряд. Стоит подумать про визуальный ряд. Какие-то иллюстрации для подкрепления наших тезисов, которые можно на телепередачу принести на листочки и показать, как делал, упомянутый Александр Марков. Принести на флешки, если мы видим, что, так сказать, телевизионщики адекватные, дать им флешку, чтобы они потом вставили картинку уже после монтажа передачи. В конце концов, там, какую-то футболочку с картинкой. Можно встать, развернуть плакат. Вот. Ну, только если мы понимаем, что это не вырежет потом, и что нас потом пустят на эту телепередачу еще раз. Вот. И замечательная иллюстрация, когда коллеги Гельфунд и Баринская, помните, прицел на телепередачу, там был диалог со священниками, и они приняли интересное визуальное такое решение – одеться в белое. И получилась такая прекрасная картинка. Здесь сидят все в белом, а здесь все в черном. Вот чисто, чисто визуальный ряд. Такой очень, очень наглядный. Наверное, я тогда остановлюсь на этом, переходя к выводам. Выводы простые. Выводы. Значит, вопрос, который часто задают, а нужно ли идти? Нужно. Но нужно готовиться, нужно знать правила и уметь играть по ним. Еще важно уметь потом переключаться обратно. Потому что еще другая история, когда некий ученый зашоуменил, и обратно он не возвращается. То есть ему понравилось быть звездой, и такие примеры, к сожалению, известны. В лаборатории мы ученые, на теле шоу мы шоумены, так сказать. И готовимся. И в конце, значит, в Москве проходит выставка, где впервые в России представлено переходное звено от Венеяна Челая. Я готов отвечать на вопросы. Пожалуйста, Кирилл. У меня вопрос по поводу популяризаторства и науки, как это чаша весов. То есть у нас есть с одной стороны четкие научные факты, с другой стороны максимально возможное упрощение. И вот как правильно нащупать ту грань, когда ты переходишь уже черту упрощения, и тем самым запускаешь реакцию искажения фактов научных? То есть вот, как бы такая вот... Очень-очень сложный вопрос. Я бы сказал, что интересная тема для исследования, где проходит эта грань. Обычно, конечно, это понятно на уровне, что ли, здравого смысла, но в некоторых ситуациях оказывается, что ученые, с одной стороны, боятся, что если... тут ситуация в другом. Ученые боятся упрощать, потому что они думают, что над ними будут смеяться коллеги, которые это увидят. И вот здесь очень важно понимать все-таки, с какой аудиторией мы работаем. То есть когда мы выступаем на научной конференции, это одно. Когда мы появляемся в детской передаче, это другое. Опыт показывает, что лучше все-таки чуть проще, но быть понятым при этом. При этом, да, придется чем-то пожертвовать. Значит, насколько я понимаю, как правило, искажения фактов делаются не учеными. А как раз, когда ученый говорит непонятно, а журналист как это понял, так и пересказал потом. Можно кое-что добавлю? Просто вот на постнауке недавно столкнулись с таким же. Они ездили в Америку снимать ученых, и один ученый изъекнулся про холодный ядерный синтез, термоядерный. Вот, и, собственно, они опубликовали это видео, он как бы вскользь упомянул об этом, что это, возможно, там есть маленькая доля вероятности, что, возможно, когда-нибудь что-то там продвинется в этом области. Но на это видео начали массово ссылаться мракобесы на различных сайтах. И вот Ивар как бы начал задавать вопросы, редактор сайта, постнаука, что нужно ли видео вообще оставить в доступе в открытом или все-таки убрать? Вот как бы тоже такой момент. Я несложно вот этот случай комментировать, надо его смотреть. Но, вы знаете, бояться вообще, делать постоянно с оглядкой на мракобесов, ну тогда надо вообще не появляться на экране. То есть, ну, и неизбежное зло. Естественно, надо отдавать отчет, что ваши слова могут быть использованы против вас, как известно. Да, и если мы работаем с недобросовестными телевизионщиками, они всегда с помощью монтажа могут сделать такую нарезку. И постоянно делают. И постоянно, к сожалению, это делают. Но здесь уже возникают всякие юридические моменты. То есть, в принципе, мы можем запрещать использование нашего комментария. Вот, это уже другой вопрос. Вот так вот как-то. Вопросы еще к Олеге. Да, пожалуйста. На мой взгляд, вы увеличили возможность упрощения в донесении информации. Вот если брать ваш пример с крючавыми котятами, то вот если сказать так, как вы сказали, то служителям принцип передачи признаков будет понят принципиально неправильно. Потому что, я хочу сказать, что никуда не деться просто в этом случае от объяснения, что такое гомо-зигот, а что такое рецессивный ген. Ну, конечно, я провел короткую иллюстрацию. Я не ставил целью сейчас рассказать всем законам Менгера. Нет, просто не говоря вам, что вот если так сказать, то будет понято неправильно. Поэтому никуда не деться. Но если, если, благодаря этому, хотя бы что-то из генетики поймут, потому что обычно не понимают вообще ничего. Потому что у народа в представлении обычное наследование приобретенных признаков. Вот что генетика для народа. Нет, ну здесь все сложнее передается. Они не передаются так примитивно, что если два... Конечно. Я бы сказал, а земля, она не круглая. Ну, все понятно. А атомы, которые мы видим там на картинке, это не шарик, вокруг которого верксятся другие шарики. Но для первичного, такого минимального уровня описательного этого достаточно. Если человек заинтересуется, он поднимется выше. Наша задача его зацепить, в том числе. Чтобы он захотел... Но мне еще это слишком, это слишком, конечно. Вот это вот тут начинается после популяризаторства и чистой науки. То есть вот важный вопрос лично для меня. Еще раз, это вот тот базис, что ли, базис, на котором вырастает уже более, может быть, серьезный интерес к науке. Но если не будет вот этого минимального уровня, для наших, так сказать, привыкших к комиксам и, так сказать, американским каким-то боевикам, школьников, уровень должен быть вот таким. Они иначе просто слушать не будут. Вот главная проблема в чем. Комментарий, короче, что... Атанальтная задача популяризации, это не просвещение. Это произвести впечатление, чтобы захотелось потом просвещаться. На мой взгляд, главная задача, которая, к сожалению, плохо решается у нас, это доверие к науке. То есть прежде всего, это задача, которая должна быть решена, формирование репутации науки, доверие к науке, понимание, что благодаря науке у нас вообще все блага цивилизации. То есть зрение, мне кажется, тот пример, который вы приводили относительно реакции Невзорова, так вот у меня, допустим, доверие к науке бы не прибавил. Потому что если учел, он начинает... Невзорову это и не нужно. Нет, ну, в качестве примера. Это иллюстрация, это иллюстрация ответа оппоненту. Да. То есть нужно понимать, в каком случае нам нужно отвечать, и в каком случае мы можем поступить, как поступил в данном случае Невзоров. То есть он просто не отвечает. То есть, это, ну, в принципе, это уход от ответа, но уход, на мой взгляд, блестящий. Вот чему стоит поучиться. Несколько комментариев по поводу доверия. Вот я был на передаче на Россию, помню какой, с Сергеем Белковым. Он сидел рядом со мной, и там были всякие макобесы, и одна там... И среди макобесов сидела одна такая звезда. И она была такая в меру адекватная, и она говорила, что вот вы, вот тут есть ученые, пускай ученые говорят, а вы все заткнитесь. Вот. А ученым говорила, что вот вы давайте вы этой... Они как говорят, вы должны ярче, вы должны громко говорить, вы должны доказывать свою правоту, а вы такие все строгие, занудные. А Белков сказал тогда, что-то... Я не точно сюда скажу, что мы ученые, мы вежливые, спокойные, и мы не будем переходить на ваши методы. И сзади сидел мужичок, ну, зритель, и он вот так вот сидел, и всю передачу потом Белкова аплодировал. После передачи он сказал, что вот вы настоящий крутой чувак. Ну, вот тут я охватываю аудитории. Сколько их в процентах? Я не знаю, сколько, но вот ты, как и передачи, пыляжи дали. Я думаю, что таких меньшинство. Я думаю, что, к сожалению, таких меньшинство нет. Мне кажется, тут биоразнообразие вполне возможно допустить, когда будут разные популяризаторы, которые будут и более как-то научные. Их вообще практически нет. То есть, когда у нас будет и такой, то есть, есть разные, что ли, ниши. То есть, как в политике. Есть Жириновский, допустим, да, и у него есть свой электорат всегда. Есть какие-то более респектабельные господа, вот. И каждый находит свою аудиторию. Там вопрос какой-то был. Кто-то руку был. Пожалуйста. У меня тоже комментарий. Давайте. Слушая все, что вы перечисляли, я понял, что вы перечисляете, стандартные стадии подготовки преподавателей вуза к лекции. Значит, на мой взгляд, от себя, как преподаватели вуза, это приоритет, наверное, при походе на популярные передачи, должны иметь именно преподаватель. И два добавления от себя к вашему перечислю, что нужно сделать. Это первое. У меня первое, это не полный фраз. Первое. И второе, тоже лично от себя. Задачу я ставлю такую. Значит, не какую мысль я должен донести до аудитории, а какие мысли и ассоциации должны возникнуть в голове его аудитории после того, как я закончился. Но я только хочу сказать, что разница с преподавателем вуза в том, что студент знает, что студенты будут ему сдавать зачет потом. Поэтому он может это делать, а может и не делать. И те, кто учились в вузах, знают, что очень многие преподаватели этого не делают. Потому что зачем? Студент все равно придет и будет сдавать. А вот зритель, он просто переключится на другой канал в течение 30 секунд, 15 секунд. Но вы говорите весьма интересные вещи, может вы напишите на эту тему заметочку, а мы ее опубликуем. Я думаю, тогда можно будет продолжить этот диалог дальше в рамках нашей конференции, в первую очередь, в КУА, но вообще, может быть, на секции вы его перенесете. Но наш регламент пока исчерпан. Спасибо. Спасибо, Александр Кузьминович. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ